Бессарабия ТВ Бессарабия ТВ Бессарабия ТВ Мастарабии ТВ Бессарабия ТВ Бессарабия ТВ Рынок полный, народ гудит, народ торгуется, народ покупает, народ продает, и все, в принципе, хорошо. Кто-то рыбку докупает, кто успел, кто-то яблочки. Яблочек, кстати, сейчас достаточно много. Время любимое, наверное, всеми украинцами, время яблочного спаса, время, когда хозяйки пекут великолепные пироги, когда запекают яблочки в меду с орешками. Ну, только у нас так умеют готовить. Мы сейчас пойдем посмотрим, почем нынче яблоки, посмотрим, наверное, мед, арбуз, виноград, все-все посмотрим. Ну, и вам заодно покажем. Не будем далеко уходить с места. Огромные прилавки с виноградом, с яблоками. Цены на яблоки начинаются от 5 гривен, заканчиваются в 15-18. Виноград наш настоящий, южный, вкусный, сладкий. В цене 23, 15, 28. Ну, на любой кошелек и на любой вкус. Это, конечно, еще не тот виноград, который все берут большими вёдрами и ящиками носок на зиму. Но столовый замечательно. Я вам просто покажу гроночки. Вот, смотрите, какая красота. Это ж видно, в нем солнце отражается просто. Оно вот накопило себе. Ой, упала ягодка. Положим. Хозяйки покупают виноград, хозяйки покупают яблоки. Будет это все добро ставить на стол, угощать друзей, друзей, знакомых, родных, близких. Только у нас такие столы шикарно делают. Идемте. Вы сегодня с чем на рынок пришли? Я пришла, хочу виноградик, анат Рашпаса. Ну да. Будем посвятить. Мед, виноградик, персичек. А почему мед брали? Мед, сято, блебаночка. Какой? Взяла сафора 40, а взяла кориандр. Ой, хороший вообще. А где брали? Там в рядах? Я брала аж на хуторке. Ооо. Вот именно кориандр. На второй рынок или на третий? Да, тут я рядом, тут живу, по душе делайте. А как у вас лето проходит? Ой, лето в этом году очень жаркое, очень тяжело. А вот вторые сутки, вторые сутки, вас надо так хорошо. Ой, благодать, да. Вас с наступающим праздником. Спасибо, вас тоже. И всех вам благ. Спасибо большое, вас тоже. Вот как к самому известному кулинару нашего рынка. Яблочный спас. Народ начнет праздновать. Мужскими руками из яблок. Что проще всего сделать, кроме как запечь? Хотелось бы испечь что-то с яблочком. Пирог только спечь, что вы можете еще спечь? Мука, яйца, месим яблоки вниз, на сковородку и в доходку. Видите, вы все знаете прекрасно. Маслечко можно туда еще добавить. Маслечко сливочное. Да, или маргаринчик, если уже нету маслечка. Вот если вообще уж изыски делать, что бы еще добавили в такой пирог яблочный? Чуть-чуть ванильки добавила бы. Изюмчиком можно добавить. Или виноградом? Ну, виноград, он жесткий. Мне лично не нравится. Но изюмчиком пойдет? Да, с изюмчиком пойдет. Я еще водичкой кипятком замачиваю. Хорошо он постоял минут 15-20. Промыла его хорошенько, чтобы не тогда мне попадалось ни песочек, ничего. И орехами сверху прикрасить. А еще если взять эти орешки, вот эти вот, как их называют, арахис, поджарить его, а потом измельчить, еще сверху вот так все посыпать, то вообще вот такая прелесть. И, дорогие друзья, если вы воспользуетесь нашей рецептурой и сделаете все то же самое, и проведете готовность спичкой, сделайте все то же самое, вам гарантированные великолепные праздничные дни яблочного масла. Довольно добавить туда свеченный мак, чтобы вообще был стол освещенный, радостный, чтобы люди ходили веселые, не злились. Потому что сейчас такая нужда у всех, конечно, понятно, люди злые ходят, но хотелось бы, чтобы они вот это все сделали и с такой радостью это все скушали, чтобы было им все приятно, и чтобы они уже стали немножко веселее и бодрее, хоть в этот радостный день. Нет, серьезно, правильно? Будем жить по-доброму. Ой, очень богателось. Должны, очень богателось. Вы на рынок пришли, что покупать будете? Я пришла, что покупать, где овощи, где мясо. Яблочки уже покупали назад или у вас свои, признавайтесь? Нет, у меня своих нет, но я покупаю на рынке. Увидимся на рынке, вам всех благ и с наступающим. Спасибо. Итак, яблочный спас. А у него руки заняты. Вот такие игрушки нынче стоят по 25 гривен. Если вы поторгуетесь и возьмете много, еще возьмете и яблочки, слив и винограда с медом. Вам же отдадите бесплатно. Вам вообще, да, отдадут бесплатно. Это мьют майский. Цветочник. Ваш? Не, мне привозит человек, я стою на реализацию. Лаборатория, все проходит, как положено, все. Это этого года? Да, майский, да. И почем нынчество? 40 баночков. То есть все, кто пойдет в церковь, могут собрать 40 баночков? Конечно, как же, да, без проблем. Никаких проблем нет. Ну, майский. А мы, вы откройте, а мы покажем. Мы покажем. Он же еще, наверное, и целебный. Конечно. А что им лечит? Смотрите, какая красота. Еще если посвятить, ножичку священному меника. Он вообще все, все, все. Конечно, все вылечит, все. Все будет хорошо. Вам всех благ, с наступающим. Хороший баночковый. Персики. Уже как раз есть вариант на компот на зимний, на закруточку. То есть это не те большие-большие, сладкие, мягкие. А это как раз тверденький персичек, который очень хорошо залазит бутыль, очень хорошо готовится хозяйками. А зимой вы получите великолепнейший персиковый компот. Открываете, угощаете детей, угощаете приезжающих издалека, родственников. Готовите всякие вкусности-вкусности. На зимний стол вот такая вот штука. Кому надо, приходите. От 10 гривен персики. Все видели арбуз? Вот арбуз, вот арбуз, вот арбуз. По три, по три гривны. Вот это вот, это самый огромный арбуз, который я сегодня видел. Выгон тонкий. Сорт шикарнейший, тонкошкурый, мало косточков. Вот этот вот, вот этот вот, Толган. Скороспелка называется. Осенний Скороспелка. Очень хороший. Сочный, тоненький и сладкий. Но у вас мало арбуза осталось. А вот идет. Так хорошо? Да. А узбекские старта вообще уходят, вот эта тонкошкура. Мне их узбечка назовет, потому что длинные сорта вот такие вот. Это фаллау. Фаллау, она не очень, очень, очень. Праздничный, когда вот. Для подарок с ленточкой, знаете, какой. Так сейчас как раз на спаса можно будет резак, вот так вот пополам. Расставляем. Это очень хороший. Вот благодаря такому арбузу дети, когда едят, вот эту скидку берут. А наша у них вот, как в мультиках показывают, на уши закладываются. Да, да, да. Длинная за уши. Не хуже у нас и дыни есть. Вот смотрите. Я знаю любителей вот таких вот дынек, крупненьких, маленьких, аккуратненьких. А есть вот такие вот длинные, как в старом советском фильме показывали. Да, да, да. О, красота. Мед. Причем очень, очень, очень ароматный. Приходите, покупайте. Смотрите, мы приходим к обиду. Уже мало чего остается. У людей же все забирают. Все, что хорошее, все забирают. Хорошее забирают. Так, всем благ, будьте здоровы. Все нахожу. Вот это арбузень. Вот это арбузень. Огромнейший арбуз. Огромный. Таким арбузом можно, наверное, человек 10-15 натереть. Да, я не знаю. А ваш килограмм 20 или 15? А даже не знаю, сколько он весит. Огромный. Огромный. А это же смотря, как поливали. Я помидоры поливаю, а все равно помидоры вот такие, а сухой уже хвост, все же. Главное, что солнце было. Вот и оболиваю, спорно еще полтора лет. Ой, солнца у нас в этом году, по-моему, хватало. Бернерастучий на небе. Зато смотрю, у вас слива уродила. Вот я еще такой сливы не видел. Двойные прямо. А сколько много, что ветки лежат на земле. Как облепиха. Лищев не видел. А сливка почем, скажешь? Сливка 8 гривен в килограмм. Они сочные. Попробуйте. Даже двойные. Замариновать. А я делаю собственную соку. Конечно, можно любимый привет передавать. А к германской моей любимой жене Татьяне, она сейчас ножку поломала и лежит дома в гипсе. Кахаю тебя безумно. Ну, так пусть выздоравливает. Спасибо вам. И будете с вами ходить по рынку вместе. По рынку я сам хожу, потому что я не доверяю женщинам покупку продуктов. Ну, а список кто готов? Боже, упаси. Боже, упаси. Вы тоже знаете, что домой надо купить? Список, деньги, рынок. Я сам все знаю. Вот так вот в Бессарабии ходят на рынке. Приезжайте. Приезжайте. По чуть-чуть, по чуть-чуть идем. Медок. Маленьких баночков. Для тех, кому надо поправить здоровье, вот такие целебные медки уже с орехами. С орехами. Это, я насколько помню, от сердечных каких-то заболеваний, болезней. Мужчины добавляют еще туда немножко коньяка. Получается вот такая вот вкуснейшая и полезная для здоровья штука. А я все сам полезно. Фасоли. Все. Горохи сухие. Соя. Наут. Мед. Орехи и это дробленый горошек. Нет, это тоже наут. Тоже наут? Да, просто сдолбали его. Как ваши дети, как ваши родственники, как ваши внуки? Как все, все, все. Слава богу, хорошо. Я смотрю, вы уже куртку достали. А сегодня прохладнее немножко. Ой, слава богу, первые дети. Да. Легче дышать. Как вы старкуете? Ничего. Берут. Ну, слава богу. Пост начался. Так что, постройка идет все. Это 28-го числа. Горохи. А, 28-го. Я вот только не помню такое там. Это Успенский. Успенский пост. Насколько я помню, один из самых строгих постов. Строгих. Кто постит, приходите. Это... Пока еще есть. Пока еще есть, вот как говорят. Овощи, огурчики, помидорчики, кабачки синенькие. Ну, огурчики до 10 гривен. Кабачки по 6, синенькие по 6, помидоры по 5 гривен. Ну, честно говоря, цены, цены радуют. Особенно на овощи. Это просто... И на арбуз. По 3 гривны в килограмм. А я, вам честно скажу, я даже видел и подешевле. Есть уже 2,50. Небольшие по 2. Так что вы можете приходить и покупать. Картошка. По 5. 5,50. 5. 6. Лучок. Все. Вам надо просто все это обилие видеть для того, чтобы сделать свой правильный и верный выбор. Рыб на бреду, скажем так, запустение. Рыба, которая была свежая, ее уже до 11 часов обычно продают и прилавки рыбные стоят пустые. Да и не так уж ее много сейчас. Но зато есть вяленая, сушеная, мало солнышка. Приходите, покупайте. Это вкусно и полезно. Как известно, а вот жаркая пора не только на пляже, но и у блюты, особенно у очень хороших хозяек. Значит, смотрите, великолепнейший перец. Вот такая красота на наших прилавках. У 10 гривен сейчас хозяюшки его покупают, выбирают послаще, поинтереснее, поскуснее, делают различные салаты на зиму. А вот этот вот, красненький, не надо много, по чуть-чуть долечками разрезать. В ту же самую баночку добавят зимой. Такой красоты можно встретить не только в самых дорогих ресторанах Европы. Ну или у нас на столах в новогоднюю ночь. Не знаю, приходите, покупайте. Сочный. Пацанук. Сафора. Ведунка. И почем баночка? Бутыль. Вот такая бутыль стоит 240. Слушайте, но это дешевле, чем в Одессе, я вам скажу. Причем рублей на 100. Рублей на 100. Мы можем и в Одессу завезти, если надо. Да вы знаете, я думаю, те, кто захотят, они приедут и сами. Лечебный. А что, мед бывает не лечебный? Нет, есть лечебный. Ну, вот купить такую банку на зиму хватит? Нет. Что-то на зиму, да? Рис. Смотря какой аппетит у вас будет. Дорогие друзья, с аппетитом не меньше, чем у меня, обязательно приходите, покупайте 2-3 бутылька, везите в Сумы, везите во Львов, везите в Киев, Харьков, везите по всей Украине. Такого меда там вы не купите. Если привезут, то это будет какой-то не такой. Да. Не наш. Приходите. Остатки винограда у молодого человека, который просто уже растолговал все, что только может. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять гроночек. Почем был виноград? По 15 гривен. Слушайте, по 15 гривен виноград. Это ж две пухонки хлеба. Как раз, 700 грамм. Это недорого. А он интересный, он просто не пыленая ягода мелкая, и поэтому такая цена. А его еще пыля? Ну, конечно. Это сорт с женским типом цветка, и поэтому ягода не опылилась, и получилось загорошило. Загорошило. Ну да, вот на одной грозе и крупный, большой и маленький. По 15 гривен. Хороший виноград? Кому-то кисло, кому-то сладко. В любом случае, прийти и выбрать виноград на свой собственный вкус, вы можете у нас на рынке в Белгороде-Бенстровском. Вам распродать поставшиеся 10 грамм, и все в благо. Вот это последняя картошка в Белгороде-Бенстровском. Это все. Кто не успел купить картошки, может не успеть ее купить. У вас очень хорошее настроение. Классно, салатно. Да, вы, прохладно, да. Смело очень много людей, очень много. За этот праздник, за этот праздник, и все хотят, чтобы было красиво все. Еще и фасмурт, за раз спало, все повылазили. Да, да, отдыхающие вы приезжали. За это хорошо? Нет, хорошо, хорошо, нормально. Это хорошо. Друзья, картошку от 6 до 8, самую классную. Покупаете только здесь. Патиссоны это. И вот такие тоже патиссоны, знаешь, что ли. Это кабачок, правильно? Нет, это патиссон. А что из него готовят? Все, что угодно. Соус, икра. И соус, и жарить, и что ты хочешь? Ну, выглядит очень нарядно. Нарядно. Можно вода лить? Да не, не надо, простите. Это ж, вот эту красоту кто-то покупает. По чем? 5 рублей. Килограмм или штучка? 5 гривен. Килограмм. Вот таких вот красивых штуковин. Это тоже патиссон? Похож на какой-то тропический фрукт. Грибочки и шампиньончики. Вот из тех ящиков, которые были, осталось вот тут. Лучок, сметанка, соус, соус сделать, да? Да, помыть подрез, и будет. На раскаленную сковородочку, да? Поджарить их. И картошечкой. Красота. Если вы что-то вдруг не умеете, да, если вдруг вы что-то не умеете готовить, можете у любого продавца спросить, что он продает. И он вам расскажет, что это и как это вкусно-вкусно сообразить на стол. Люди спешат купить самые вкусные, самые полезные, самые интересные продукты. Нам осталось посмотреть мед. Мы знаем, в принципе, где у нас на рынке стоят торговцы медом. Причем разнообразно. Мы сейчас с вами туда пойдем и попробуем, да бог, снять какой, почем и для чего он нужен. Дорогие друзья, на нашем чудо-рынке есть чудо-лавка, который можно купить, попробовать, посмотреть, увидеть, может быть, даже кому-то в первый раз, все, что связано с медом, с пчелами, с этими великолепными пчелопродуктами. Просто посмотрите. Соты. Да, вот соты. И вот в баночках маленькие, большие, разные, 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 разные. Мы сами не разберемся, да и, в принципе, редкий человек знает, от чего какой и для чего он нужен. А вот люди, которые им нужны, вам всегда смогут подсказать и рассказать. Легкий экскурс. Что у вас на прилавке стоит? С большим удовольствием. Стоит мед этого года, разные сорта. Начиная от мазь, акация, липа, софора предпоследний, раздотравия шалфеем многолетним и гречиха. Темный. Да, это темный. Этот мед самый богатый, он богатый железом, повышает демоглобин. Вообще он кровотворный. Кровотворный. Самый богатый медочек. Но его не все любят, он специфический мед. Софора. Это для сердечка, для желудка. Сугубо. Акация. Общий укрепляющий. От всего и для всего. Майский мед, это только деткам до 6 лет, без пыльцовый, без аллергийный, украинский хажечек. Ну что еще? Соты есть. Маточное молочко. А маточное молочко для чего? Маточное молочко. Это самый-самый тип гей нашего пчеловодства. Пчелка вырабатывает. Это очень гораздо отличный продукт, но нужен для нашего организма. Ну кто интересуется, придет, я расскажу, или в интернете можно прочитать на крайний случай. Ну вот, лечат медом, можно вылечить все. Да, да, да. И все, кто торгует медом. Это правда. Это правда. Смотрите, прополис, прополис, это что? Эта пчелка собирает смолы с деревьев и с трав. Но это натуральный антибиотик. Это незаменимый продукт. Теперь смотрим дальше. Мы думаем, буквально. Ой, сейчас нам покажут. Это оплелка. Леченька растворенная. Это для иммунитета детек. Это лечение бронху легких. Даже она растворяет, одна единственная, палочку кока. Это первое лекарство для дуберкулеза. Первейшее, самое лучшее, самое последнее из медицинских показаний. Это называется огнелка. Что еще у нас? Подмор. Настойка подмор. То есть пчелы, которые умерли, они тоже приносят пользу. Там остается мешочек с ядом. Это для сосудов, для состава суставов тоже лекарство вообще чуть-чуть действенное. А вот это у вас в паночках с орехами, это что стоит? Это вот тут 9 в 1. Инжир, курага, изюм, чернослив, финик, арахис, грецкий орех. Все залито медом. Это иммунитет, это щитовидка, это сердечная мышца. Дорогие друзья, вот смотрите. Богатый выбор в Белгороде на все. И особенно богатый на нем. Приходите тем более. 40 лет занимаемся мы медом. Спас. 40 лет мы занимаемся с мужем медом. А у вас все свое? И пасека что? Все свое. Все, исключительно. Смотрите, сколько у нас было. И остались только тех, кому пасек. А, красно. Вот у кого пасеки нет, обязательно приходите. Вот смотрите, я вам просто пацанам скажу. Это вот такой вот стаканчик. 10, да, понятно, да. А стаканчик попробовать. Вы не знаете, что это. Баночки побольше, побольше. Бутылями. И бидонами. Да, дай бог. И бидонами. Приходите покупать. Всем акерманцам здоровья. И вообще всем украинцам здоровья. Ну, пускай. Мы акерманцам, пускай нам акерманцам будет здоровья. Больше. И мед, да. И хочешь. Дорогие друзья, будем с вами прощаться. Хотели показать вам еще одно чудо-место на нашем рынке. Где тоже много-много меда. Но, к сожалению, нашего рода. Или к радости. Накрапывать легкий дождь. Будем беречь и себя, и технику. Будем прощаться. Увидимся с вами уже осенью. Кто не успел отдохнуть, пользуйтесь последней практически возможностью приехать к нам. Отдохнуть на наших солнечных южных морях. Полежать на нашем песочке. Покушать наших фруктов. А кто не успеет, уже будем ждать, наверное, в следующем году. В любом случае, в Белгород-Днестровском, в Акермане, в Одессе. Всегда рады. Людям, которые к нам приезжают отдыхать. Всех благ. И увидимся уже, повторюсь, осенью. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»